Привет зрители! Сегодня с нами огромный автомобиль Это настоящий американский кроссовер для большой семьи Называется Chevrolet Traverse Если бы я был биологом, изучал этот автомобиль как вид живого существа То я сказал бы, что он относится к классу настоящих семейных кроссоверов А они выделяются тем, что это очень большие автомобили Потому что дети и сопутствующие с ними поклажи занимают очень много места Это коляски, прибамбасы, памперсы Ну сами знаете, кто семейные люди, даже не будут распространяться Ну а не семейным скажу, что дети требуют огромных автомобилей Иначе поместиться бывает затруднительно Кто как решает этот вопрос Но самое простое решение, вот такой вот автомобиль Большой, огромный, легко вмещающий в себя семерых членов экипажа Ну а если бы был, например, диван неразрезной Или не командирский кресло стояли То даже 8 человек можно было влезть Действительно, исполинские размеры Очень крупный автомобиль, более 5 метров в длину Любые европейские тачки уступают Chevrolet в размерах Естественно, это Америка, истинная автомобильная страна И как бы у нас не поносили Американцев, к сожалению, обгоняют они нас по техпрогрессу По всем аспектам Я даже не знаю, где мы лидеры К сожалению, напишите, если вы знаете такую сферу Но для них все удобное, все классное Ну а у нас буханка Тоже, да, похожая на джип Форвард контролл Так, ну давай, срабатывай, система Не хочет она Впускать меня автомобиль совершенно не хочет Да, да, наконец-то удалось Это сделать Зима, к сожалению, и на систему Бесечевого доступа тоже влияет Распахивается В задней части мы видим, казалось бы, не очень большой багажник Но все потому, что есть дополнительный ряд И моментально, да, буквально фургон здесь Фургон, да, такой семейный фургон Но очень комфортный, очень большой С множеством фишек Например, смотрите Настоящие Здесь петли Для фиксации груза Разнообразные Приспособления для зарядки девайсов Их, кстати, очень много Это не единственная розетка Здесь дальше USB Мы сейчас проникнем в салон, посмотрим Удивляет, конечно Удивляет, конечно, такой подход Американцы всегда славились особым моментом Да, кстати, не получится Разложить сиденье Нужно чуть-чуть его подвинуть Как понимаете Трансформация порой требует Некоторых моментов Да, вот так вот Хоп Вот тебе все удалось И Тянем за хлястик Как видите Раскладывается еще больше места Да, кто-то скажет Мол, у европейцев И У других американцев Могут быть, например Электрические возможности для складывания Но если электрик Вот это Кадиллак А у нас Шевроле попроще Подоступнее И некоторые такие упрощения Простительные Ну, я так по крайней мере считаю Если вы Думаете по-другому То напишите Так, раскладываем Одну часть Чтобы демонстрировать возможность Хоп Легко это все делается Как видите, кстати Может быть здесь и шторка Вот от нее артефакты Но самой шторки С нами нет Интересное вместилище Кстати Дополнительная ниша Запасное колесо Где? А вот и нет его Запасного колеса То у нас нет Как жить не знаю, друзья С этим Что делать В случае прокола Видимо как-то Колесо поддувать Run-flat Должен быть Получается так Бриджстоун Может быть Напишите, что знаете Про Бриджстоун ДМВ-2 Это не шипованная резина 20 дюймов целых И это конечно Добавляет красоты Вы видите 6 целых болтов Ну просто Как будто у нас Внедорожник А не кроссовер Можно выезжать И дубасить Понятно, что чем крепче Колесо закреплено Тем больше болтов Тем лучше оно держит В случае Перипетий Да, действительно Но довольно Разговаривать Про колеса Давайте посмотрим Что у нас здесь Еще поговорим Итак, как я уже Показывал Двигается это кресло Для оптимизации Да, то есть Можно Все это размещать Кстати Заходить назад Лучше именно С той стороны Есть соответствующее Приспособление Логично Это же не Япония Где у нас С другой стороны Люди заходят Давайте пройдем там Где нам Предлагает это делать Сейчас покажу Почему Открываем дверь И Да, вот такая вот Удобная очень Кнопка Единственное Что Тяга, ручка Не совсем понятно Почему Нас заставляют делать Только с одной стороны Этот выход Не знаю Так Ну и как здесь Хо-хо Делайте обзоры Зимой Да Не стряхивайте ноги Ну что делать Такие вот Условия жизни И мы Можем разместиться Сзади Давайте попробуем Это сделать Открываем все И Закрываем Дверь Истинная имитация Чуть ногу Все кстати Не прищемил Надо быть Внимательным И тут Да Вот USB гаджет 1 USB гаджет 2 Подстаканники Это очень круто Не нужно Сейчас современным Людям Дисплей Понтовые Как на Кадиллаках Например Я вообще не знаю Зачем их ставят Лишняя трата Средств Потому что Главное USB разъем Есть Гаджет Блатнул И сидишь Втыкаешь телефон Здорово Пожалуй да Изофикс Машина реально Готова Очень хорошо Для эксплуатации С детьми Но к сожалению Спереди Например Подушка не отключается А значит Люльку не повозишь Ребенка Удивительная особенность Семент Издравь снял Как и всегда По полной Эксплуатируем Возможности автомобиля Мы видим Некоторые элементы Кресла очень похожи На скалейдовские Ну например Похоже Реализовано Вот эта вот Система Тяг Так Хоп Ну так Подлокотников Тяг Тяг для рук Здесь мы видим Климат Машина сейчас Не запущена Но Возможности По регулировке Есть Это хорошо Полноценная розетка Еще два USB Класс Вот Очень круто Проработана тема USB Удивительно Но сейчас Прямо вот USB Разъем USB Кому как больше нравится Напишите в комментариях Прямо вот решает Да видишь ее И думаешь А тебе Прозводитель подумал А всего лишь Копеечная деталь Этот разъем Стоит гроши Да Даже климат Не нужен USB поставил Все Наслаждайся Кайфует Гаджет Гаджет Есть чем зарядить Живем Живем Вот так времена Меняются И Все больше и больше Нужно Таких фишек Простых Но Важных Сумерно человеку Смотрите какое Многообразие Разнообразных Ниш Подстаканников Подбутыльников Чего здесь только нет Вот это вот Да Это американец Напихал себе И поехал Там за 300 верст Бог знает куда С комфортом На Шевроле Доехал У нас это тоже Получится в целом Хотя колеса Вновь не возвращаемся Все таки для нашей Страны хочется Поменьше Посмотрите Нет возможности Поставить другие колеса Только 20 Диаметр Удивительная история Да Хотя Диски кстати Позволяют Тормозные поставить И 18 Прикидываю Удивительно Потому что для нашей Страны Профили не скид Не самое лучшее решение Больше резины Больше мяса Больше комфорта И Разнообразных Перипетий Можно избежать Как я считаю А вот эта вот красота Она условно Хотя вот моей жене Машина очень понравилась Мне вообще кажется Что Это больше Такая Машина направленная На Мам с детьми Американские конечно Для нас Размеры бешеные Да Действительно Исполинские И парковка Зачастую превращается В настоящую проблему Так Скрывается у нас Что здесь под капотом Двигатель Вообразная шестерка ВВТ Изменяемая фаза Газоспределения Мы видим Что она расположена Поперечно То есть Это настоящая Красота Смотрите Какой огромный Вентилятор Ничего себе Руку туда Пихать не стоит Классные такие Оребрения Усиления сделаны Нравится мне Хай-тек По-американски Ныне Раньше были машины Кто-то скажет Кондоватые Было время Да Могучий мотор Как вот Узила там 6 литров Или 7 литров 150 сил Ну это у нас было Да Потому что мы всегда Деклассированы Деклассируем Американские автомобили Делаем из них Пародию А в Америке было 7 литров И 300 сил Зато миллионники Моторы Но сейчас Иные временные требования Экологические Экономические И здесь 3.6 И целых 318 сил Что удивительно От Кадиллаковского мотора 3.6 Отличается То есть Моторы разные Почему кстати Не знаю И это главный момент Потому как Иных вариантов Трансмиссии 9 передач Плюс Эта шестерка Больше ничего Больше ничего Не положено Существует В мире вообще Версия 2.0 250 сил 258 Но для нас Честно говоря Для распространения марки Ну можно было подумать Я не хочу Казаться самым умным Тем не менее Предполагать Всегда могу себе позволить И здесь 2.0 Просятся Потому что 249 сил Потому что Аналоги меньше Стоимость автомобиля Тоже Меньше Теоретически Ну есть возможность Сделать покупку Более доступной Потому как Здесь заявлено 7.6 секунд До сотни Посмотрите Вот этот вот Огромный кроссовер Не сказать что он Прям агрессивный Но 7.6 секунд Он большую часть Спорт хэтча Уделывает По динамике разгона Вот такая вот Америка Быстрая Мощная Динамичная Но на мой взгляд Семейному Явно семейному Автомобилю Такая динамика Излишняя Конечно Конечно Много Мощностей Не бывает Но тут Как-то Здравый смысл Может конечно Эти трубы Стремительные Напоминающие Как раз Спорткары Шевроле Камар Или Корвет Суперкары Вообще Из мира Америки Может быть Вот эти вот Аллюзии И нижняя часть Прямо Ясно говорит Да-да-да Мощи очень много Но зачем Зачем За Быстрое перемещение Автомобилей Который создан Для комфортного Фланирования И езды с детьми Напишите В комментариях Конечно Призываю вас Активно общаться Потому что Вместе мы с вами Рождаем Полноценные Очень Объемные Четкие тесты Каждый может Знакомившись с ним Понять Чего его ждет И как вообще Общественность Относится К той или иной машине Это интересно Далее Что здесь у нас Хм Шевроле Значит Все попроще Чем в топовых Кадиллаках Естественно Но фишки Фишки есть Классная система Мне очень нравится И потом На других автомобилях Привычное зеркало Как-то вот уже Не катит Так что Инновационный продукт В Америке есть Да Вот Круто Мультимедиа Попроще Да Опять же Не очень большой дисплей И Опять же Напоминает О кадиллаках Но Это вам не кью Здесь Дизайн попроще Явство Видно Что Создатели Те же самые Но Реализовали Ситуацию По другому Круговой Обзор Есть Это Слава Богу Там Как видите Огромный Автомобиль Стойки Расширяющиеся В общем Ситуация С Обзором Не самая Лучшая Кстати Заметил Странную Фишку И мануал Мне не дали Просто По эксплуатации Зеркала Не складываются То есть С кнопки Где Она Здесь Меню Нет Здесь Нет Неужели Реально Автомобили Не складываем Зеркала Неужели Я был Очень удивлен Честно говоря Вот Лучше бы Круговой Обзор Наверное Не делали Но Зеркала Складывались Или какую-нибудь Другую Фишку Убрали Типа Камера Могу Быть Неправым Потому Как Искал Искал Так и Не нашел Нигде Нет В мануале Нет В интернете Нет Странный Факт Поэтому Имейте Ввиду Машина Не везде Может Въехать По Широким Лопухам Зеркала А не такие же Как Натахи Или Скалейда Понятно Что Размер Соответствующий Имейте ввиду Есть еще Пара упрощений Удивительных Например Не подсвечивается Перчаточный ящик Смотрите Глоток огромный Это странно Да Хотя Пластик Обычный пластик Да Здесь много пластика Это Шевроле Это Машина Более доступная По умолчанию Да По Ранжированию Марки Но Прогрев руля Есть Это Современные Требования Прогрев сидений Тоже Конечно Присутствуют И вентиляцию Тоже Положили Не забыли Молодцы Молодцы Некие элементы Приятности Видят Простройки Чтобы человек Уж не чувствовал Все совсем Мол Ничего нам Приятного Не положили Нет Есть Нет Есть Хорошие вещи Например Да С утяжелителями Опять же Напомню Ремни Все Для того Чтобы Премиальность Некую задать Кстати Не регулируется По высоте Вот Не знаю Тоже элемент Странный Достаточно По высоте Регулируется Ремень Некоторым Это важно Но К сожалению Недоступно Огромный Центральный Подлокотник Но он С подсветкой Как так Ящик без подсветки Здесь подсветка Есть Из-за многих В автомобилях У которых Печатает Этот ящик Не подсвечивается Подлокотник Подсвечивается Но видимо Он важнее Проверяем Мультимедиа Возможности Как всегда Попробуем Телефон Как он Будет работать Ну-ка Так Это мы Деактивируем И Пошла зарядочка Беспроводная Здесь тоже Можно видеть Должен быть Соответствующий Значок Вот он Под зарядкой Находится телефон Отличное решение Все Функционирует нормально Ну а теперь Возможности Мультимедиа Спариваем Через Два Хвоста Один Андроид Он идет в первую очередь Ну а Следующий Уже Соответственно Будет Айфон И Андроид Авто И Эппл Карплей Здесь Поддерживаются Так что Все нормально Разблокировать Устройство Единственное Что удивительно Что Блютуз Да Приходится Сменить Блютуз Нужен Для работы Что Эппл Карплей Что Андроид Авто Странно На самом деле Все По хвосту Все работает Очень ждем Возможности Для реализации Беспроводного Доступа К этим Технологиям Подобное решение Делает Ненужным Например Навигация Внутри Автомобиля И Это Лишняя Лишняя Работа Для инженеров Зачем Ну Может Есть Резон Платенную Маржу Прибыль Получить А те Кто Не разбирается В современных Технологиях А так Вот Ницубиси Уже давно Кстати К примеру К слову Делает Мультимедиа Без Внутренней Навигации Подключил Андроид Авто Думаю Все К этому И идет В итоге Будет Работать Только Исключительно Система Связанная С Возможностью По Реальным Так Уже Проснулась Задействуем Соответственно Carplay Все работает Все работает Как всегда Мультимедиа Вопросов нет Реализованы Сременные Технологии С смартфонами Все функционирует Кстати Вот Отмечу Что Не работает Здесь Зарядка У Apple Вот Почему У Apple Вообще Нигде Она Ни одной Машине Не работает Что Я тут Не могу Включить Активировать Вроде Она тут Есть Но Вот Андроиды Все Заряжают Машины А Apple Говорят Иди Вон Не знаю Почему Ну Apple Воды Разберитесь Отключаем Понятно Все работает Причем Видите С двух Разных Хвостов Огромное Количество USB Это Шикарный Автомобиль Плюс Еще есть Мечта Контрабандиста Что сюда Можно положить Сами Знаете Еще один USB Разъем Подсвечивается Ночью Круто Круто Вот Продуманность По Расположению Разнообразных Предметов Питания Пития И гаджетов Отлично Идеально И Может В автомобиле В современном Это и нужно Прежде всего Мультимедиа С возможностью Подключения Телефонов Все А все Остальное Как это Момент Да Погнал Но Я предпочитаю Помимо этого Конечно же Испытывать Автомобиль На то Для чего Не создано Это не сидеть И в телефон Втыкать А перемещаться С местного места Давайте попробуем Давайте попробуем Интересен стоит Режим бездорожья Кстати Думал я раньше Что это проценты Думал что это Процент Распределения тяги А это Оказывается Угол поворота Рулевого колеса Забавно Да 35 45 Даже Неожиданно 45 градусов Зачем Кроссоверу Подобная Реализация Не совсем Понимаю Хотя бездорожный режим Вот он есть Присутствует В нем машина Дает больше оборотов Прямо Распускается И идет На полную Держа В полноприводном Варианте Задняя ось Подключается Да Вот такой Реализация Полнопривода Такой дура Вполне себе Приятный расход Старт-стоп Здесь есть Но где Выключить Я тоже не нашел Вот такой Сегодня Неумеха Кнопок Не вижу Вот в упор В меню Их нет Видимо Старт-стоп Прямо Принудительно Выключается Кто знает Опять же В современных GM Разбирается Вот у Кадилака Отдельно Кнопочка Есть Здесь нет Ну вот так Ладно Поехали Друзья Вперед Поставим Какой момент Ну наверное Экономичность Поставим Для интереса И будем двигаться Вперед Будем наслаждаться Автомобилем Автомат 9 ступеней Реально Это очень круто На трассе Посмотрите Правда Она была В абсолютном Снегу И нереально Поддать газку Сейчас поедем Полный привод И автомат Классический Плавный Передается момент Автомат Очень хорош На бездорожье Кто считает Что автомат Это не то что нужно Друзья Механик Это безысходность Это прошлое Это экономичность Автомат Это удобство Комфорт И тягой Намного проще Править на бездорожье Намного проще Плавное трогание Без проблем Единственное что Раскачка Приводит к быстрой гибели Автоматической коробки Но не надо Плавать в такие ситуации Когда нужно Прямо раскачиваться Плавно стартуйте И не зародитесь Ну а мы едем Плавно покачиваемся Подвеска Сочетается в себе Я бы сказал Что она такая Нео Новая Нео Америка С американскими чертами Особой раскачки нет Но плавность Хода присутствует 27 катки Конечно в этом Не особо помогают Потому что Вроде бы едешь Такая подвеска Мягкая Прям плавная Машина плывет На дороге Но серьезно Яма отрабатывает Конечно С неким усилием Той вот зажатости Которую демонстрирует По европейски Кадилаги Их вынуждают сейчас ехать Ну года европеецам Европеец Человек который чувствует Дорогу Он заезжает в горы Там начинает Вышивать Педаль в пол Да Есть у европейцев Желание чувствовать автомобиль У американцев В большинстве Своем массе Такого желания нет Как выясняется Именно поэтому Большинство автомобилей Американских Вот такие вот Как лодки Раскачиваются Плывут Ну едешь Коккола Посасываешь И все отлично Но это образно Образно говорю Конечно там есть И прослойка людей Которые любят автомобили Умеют ездить Грамотно Быстро Без вопросов Но Большинство Сменяет автомобиль Как предмет Бытовой Это страна на колесах И Малого про нее знаем А что знаем Это абсолютные слухи И Здесь Таймер скрывается По новому Вот Выезжаешь Плавно фланируешь Придавливаешь педаль Звук Шестерка Весело Выкручивается В 6500 Удивительный характер Да Времена тех Многолитровых монстров Которые едва Давали 5500 Прошли Ныне здесь Царствует Современный подход Здесь есть И объем И тяга И мощность Отличный звук Удивительный Правда Это все Естественно В неком Не то что дисбалансе А удивляешься Зачем такая мощность Вроде ты едешь Машина настроила У тебя на плавный лад Спокойное движение Подлокотник Четко под рукой То есть Ты едешь Машина так тебя настраивает Ты либо одной рукой Этой рулишь Либо этой рулишь Ну двумя Нет смысла рулить вообще Потому что Быстрое вращение Утыкаешься Опять же Вот в эти вот части Есть такой эффект У того же Хайлендера Конкуренты От автомобиля Естественно Присутствуют Но Такого размера Конечно Ни у кого нет В большом счету Плюс Это самая новая машина С пенченым автоматом Напомню Что есть Хонда Пилот Тоже они активно С Хайлендером Действуют на американском рынке Эксплор Который у нас Тоже присутствует Но обновился И про него пока речь Не идет Будем ждать Новую модель Вот эти вот Огромные Семьместные Автомобили Все равно Уступают Траверсу Очень Масштабный автомобиль Зачем такой мощный мотор Для меня вопрос Потому что Ехать по прямой Быстро может быть Но везде тоже ограничения Америка Это не Германия С безлимитными Дорогами Кто знает Напишите Я не знаю Зачем столько мощности Я понимаю Для чего это Кадиллайком Но зачем этот Шевроле Которая Явно для Перевозки Семьи Не на супер скоростях Не знаю Конечно Тяга И много Это здорово Запас он Нужен Но Когда мы говорим Про семью Всегда почему-то Вспоминаем Экономия Семейного бюджета Вот у меня всплывает Всегда Потому что Дети Это главные пожиратели Денежных средств Как только они появляются Сразу Жить становится Не на что Утрирую Конечно Но примерно Поэтому Семенин Он Все Рачительный Такой Все время Экономит Чтобы на все Хватало Но Такая ситуация Достаточно Спорная Я бы сказал Поэтому Мотор 2.0 Турбины Сюда Просятся Экономичности Будет больше И по цене Машина Будет приятнее В том числе По содержанию Это я к чему Говорю Чтобы Шевроле Больше Было представлено На нашем рынке Активно Машина Покупалась Продавалась Потому что Для себя Реально готова Как видите Все отлично Плавность Хода Соответствующая Едет машина Без нареканий Каких то Ну да Располагает Спокойной езде Длинный руль Налитый усилием Но Он Не пуст Ни в коем случае Но он Такой вот Я бы назвал его Вальяжный Вальяжный руль Приятно Укрутить Но Никакой обратной связи О том Где там колеса Видим по этому Безоруженному режиме Есть Вот эта фишка С углами Может быть Поэтому Это мои Домыслы Опять же В общем Типичное такое Транспортное средство Замена минивена Кому минивены Претят Получают Вот такой комфортный Большой кроссовер С полным приводом Который хорошо работает Можно машине Уверенно Педаль давить Мотор Безумно мощный И Вперед Из песни Плавно перевариваются Через лежачие Все ОК Ну и Современный гаджет Конечно Есть Жаль что Атаптивного Круз-контроля Нет Это было бы Приятное Дополнение Но Здесь он Обычный К сожалению Вот Тут современного Оборудования Именно по Комфорту Движения На скоростях Автопилотирования Здесь нет Потихонечку Ползем вперед Что бы еще Хотел отметить В принципе Все аспекты Сказал Тормозов хватает Они кстати Перенастроены Раньше Джем тяготели Джемовские машины К длинным тормозам Теперь они стали По прежнему Есть такая длинноватость Но Намного они Интенсивнее цепляются Более острый Стал привод тормозов Мне вот эта гармония Кстати Нравится больше Даже у того же Кадиллака Педаль длиннее И менее Менее острая И вот тут Прямо Самую мастер Маза сделали Прямо Соответствует Ощущениям Эт автомобиля Они и плавные И при этом острые Хорошо реализованы Понравилось Понравилось Поэтому Из каких то Таких Крючков За которые Можно Подтянуть Травишься Сказать Ай 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 По сути Остается Непонятный Механин Складывания Зеркал Неужели Действительно Только Руками Это Это Удивительно Ну и конечно Отсутствие Модификации С менее Мощными Моторами Они бы не Помешали Давайте Обгоним Мощность Ну вот Для этого Мощность То есть Обсоторим Какая динамика Разгона Это Реально Супер Суперкара Спорт Хэдж Так быстро Не обгоняет Ну вот Ради этого Можно Обзоры Посмотреть Уж Просто Вот Ты пуля Ты стрела У тебя Динамика Разгона Невероятная Вот такие Вот моменты Такая вот Семейная Дурь машина Семейный Спорткар По-американски Потому что Подвеска Ну Ты весь Плывешь Да Отрабатывает Она Все мелочь Яхта Стайл Можно сказать Так Ну и Крен конечно Есть В повороте Естественно Крен Есть Тут Вот Как раз Тот Случай Когда Подвеска Однозначно Говорит Я Для Спокойной Езды Не для Того Чтобы Там Наваливать И длинный Руль Тоже Но разгон Ох Вот такой Вот Сумасшедший Мотор С отличным Звуком В семейном Большом Кроссовере Зачем Я не знаю Ответа на этот Вопрос В общем Чтобы Был Что в семье Все должно быть Как в Греции Как говорят Все есть Поэтому Друзья Делитесь Своими Мнениями По этой машине Как она Окей Не окей Но я Продолжаю Рассказывать Про самые разные Автомобили Потому что Есть что рассказать Есть что Отметить Безусловно Автомобили Должны быть Все испытаны И Мнение про них Должно быть Сложно Вот такой Интересный Американский Кроссовер Огромный Американский Кроссовер Она называла Так Семейного Долга На этом Обращаюсь Пока Все аспекты Изучили Посмотрели Кстати Забыл Про климат Сказать Он здесь Очень интересный Настоящие Кнопки Полностью Полностью Настоящие Кнопки Это очень здорово Это классно Прямой режим Выбираешь Отлично Ну и Задний климат Вы тоже видели Все 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 в общем Все в порядке Все хорошо До новых встреч Пока